Как мудрый мужчина однажды сказал Delulu is the Salulu Привет, мои друзья Если вы помните, я очень долгое время записывала видео Мысли вслух Это всегда были видео, которые я записывала без какого-то определенного плана для видео Я не знала, о чем я хотела поговорить Я просто хотела поговорить о всем, что у меня в голове И я, в принципе, хочу продолжить эту серию Но есть некоторые вещи, о которых я прям хочу поговорить You know Эти вещи, наверное, связаны как-то с глубокими такими мыслями Аналитическими мыслями Но я хочу привести итог всему, что я сказала К тому, что это все не так глубоко И нет причины, почему я так глубоко это рассуждаю или об этом думаю Но это есть как есть И, возможно, в моих мыслях вы найдете что-то интересное или схожее Я очень надеюсь к этому Я уже очень долго хочу поговорить о одной теме Эта тема связана с духовностью И с религией И с психологией И это магическое размышление Привычка магически размышлять все в своей жизни Потому что мне кажется, что одна из причин, почему я настолько поменялась Ментально поменялась Это потому, что я больше не могу даже заставить себя размышлять так же, как я раньше размышляла Магическое мышление — это как защитный механизм личности Это вера, что существуют некие высшие силы, которые влияют на вас и на вашу жизнь И что вы своими какими-то действиями можете на это как-то повлиять Либо задобрить вашу судьбу Это такой способ представить реальность и сформировать себе картину мира Только дело в том, что лежит за этим правда и полезно ли это Я не хочу сказать, что я раньше видела жизнь через розовые очки, потому что это не так Но все-таки почему-то раньше у меня был какой-то bias о том, что жизнь на моей стороне Что я не то, что везучий человек, а я заслуживаю все, что я получила И все, что я получила — это все классно Что со мной ничего никогда, в принципе, плохое не может быть, потому что я не предкосами человек Вот что, мне кажется, я поняла после всех этих лет Что некоторые вещи происходят не из-за духовных причин, а из-за причины, что мир несправедлив Некоторые вещи происходят без причины Не все вещи наказания или подарок тебе за твои поступки Некоторые вещи просто происходят в нашей жизни Насколько бы мы не старались копаться в этих вещах и найти причину, почему это произошло, мы ее не найдем То есть мы можем себя, наверное, как-то обмануть, но фу, попу показывать свою Допустим, часто я вижу такие комментарии Киса Допустим, я однажды увидела такой Reels в Инстаграме Если вы ходите где-то на улице, да, шатаетесь И вы нашли на полу монетку 10 центов, это же ничего, да, это вам ничего не купят И вы ее в итоге оставляете В этом Reels было сказано, что такие вещи нельзя делать, потому что ты посылаешь вселенные Знаки, что тебе деньги не важны, в любом количестве А если ты ее поднимешь, то ты даешь вселенной Кому-то, чему-то, месседж, понятие, что тебе деньги нужны И в итоге жизнь, вселенная будет присылать тебе больше денег Потому что она получила такой месседж от тебя, что ты к этому открыт, и ты этого хочешь Вот 10 лет назад, когда мне было 18 Возможно, я бы в это как бы поверила, и я бы увидела в этом правду Потому что да, в этом есть какая-то, наверное, правда Но с другой стороны, это звучит как просто суеверие какое-то Или типа, если я выпью кофе утром в своей любимой чашечке, у меня точно будет хороший день Или классика Если я наступлю на трещину на тротуаре, я переломаю спину маме Я не знаю, если вы в своем городе, в своей стране Как дети об этом говорили и шутили Шуточки Но такое точно было в Канаде, когда я была ребенком О, или если я не вышлю этот пост на фейсбуке 10 друзьям, то я умру завтра Либо если я не буду говорить о своем прошлом, это не будет на меня влиять сейчас Если я чего-то хочу достаточно, это само ко мне придет Мне кажется, это самая странная, тонкая, магическая мысль, которую может быть Потому что, с одной стороны, у нас есть закон привлечения К чему да, есть правда Но, мне кажется, она не такая, как другие люди ее понимают И, возможно, мы в какой-то момент расслабляемся Или слишком начинаем в это верить Перестаем действовать И понимать, что каждая вещь, что мы делаем Что-то из-за этого происходит Как говорят в химии, да? Единственная вещь, это, может быть, мы считаем, что наши мысли и так являются действиями Потому что, кто может сказать, что наши мысли не настоящие И что они не происходят здесь и сейчас в нашей жизни И в нашей реальности Магическое мышление – это симптом в многих психологических расстройствах Я больше всего хочу поговорить о том, что Что именно является магическим мышлением Есть ли ему какое-то место в нашей жизни Здоровое место Или, если гораздо проще жить, не заморачивая саму себя И иметь в каком-то плане магическое мышление Потому что, с одной стороны, когда ты в ничего не веришь Или ты не уверен, в чего ты веришь Ты не можешь ничего, в принципе, доказать Мне кажется, жизнь становится гораздо тяжелее Скучной и теряет какой-то смысл Это вот одни какие-то мои мысли по поводу этого Когда я была в Мексике, я разговаривала с Stepdad, одной из моих подруг Ему, наверное, где-то 60 лет, и он пилот Он мне сказал, что он хотел начать TikTok или YouTube канал И разговаривать с массами по поводу своей специализации И он сейчас учит маленьких пилотов быть как он Он мне сказал, что человек может получить все образование, все обучение Чтобы стать пилотом, но это его не делает пилотом Чтобы пилотом быть – это что-то психологическое, что происходит с человеком Или человек должен перейти через что-то Пилотность начинается вот здесь вот На все, что я его спрашивала, мне было настолько очевидно, что он очень много думает И обо всем он говорил, насколько ему на самом деле неинтересно вообще быть пилотом Ему на это все равно И больше всего он хочет раскрывать какие-то психологические пилотные темы с детьми И я поняла, что для него философствовать – это как защитный механизм какой-то Для чего-то, чего ему не хватает Потому что разве это полезно взять любую тему и создать что-то безумно умное и гораздо большее из-за этого Мне кажется, что в моей жизни, когда я очень часто читала о философии и выискивала весь интернет для психологии В те моменты мне чего-то не хватало в своей жизни, в своей реальности И я заходила вот внутрь Думаю ли я, что бывают люди, которые увлекаются философией и психологией Которые живут красочную жизнью, в настоящую жизнью, как бы перед глазами, а не у себя где-то в мыслях Да, конечно Но для многих я заметила Ты компенсируешь для чего-то, чего у тебя нету А если бы мы были более счастливы, не читая ничего, не зная ничего о психологии и философии Мы все знаем таких людей И просто живя в жизни, как бы не думая об этом всем А прикиньте, вы знали, кстати, что есть люди, которые не имеют мысли У которых в голове тишина Они есть на этом свете, они ходят среди нас Это просто шок и сенсейшн А вот мне интересно, вы бы хотели жить такую жизнь, когда вы никогда ни о чем не думали Потому что вы просто не можете Вы просто не слышите мыслей в своей голове Я, наверное, нет Ну, для начала мне нравится думать Мне кажется, мои мысли очень интересные Из-за которых я даже спать не хочу Не потому что я не могу уснуть А потому что мои мысли настолько интересные Что как можно уснуть? К тому же, если ты креативный человек Твои мысли это то, откуда ты получаешь все свои идеи Может быть, для них это по-другому работает Но мне кажется, для креативного человека Мыслить безумно важно и ценно Несмотря на то, что мои мысли не дают мне спать иногда Или то, что твои мысли могут идти против тебя И могут тебе чему-то доказывать Что неправда, что тебе вредно Мне лично интересно говорить о магическом мышлении Потому что, мне кажется, после того, как я перестала это делать И я стала замечать, насколько другие люди это делают Я не уверена, если мне стало лучше или хуже Потому что, да, с одной стороны, я избавилась от делюзии Да, delusions Но помогло ли мне это? И сейчас очень популярно в интернете говорить о том, что То решить любую проблему можно с делюзиями Не делюзии, я не могу говорить это слово сейчас Делюзии о том, что я Мадонна А о том, что я всем нравлюсь Люди хотят со мной дружить Я успешный и способный человек Меня хотят взять на работу Это может быть неправда, но Но когда ты веришь в это и несешь ту энергию Это очевидно и другим Ты можешь быть безумно способным человеком Неуверенным И при этом достичь ничего Либо ты можешь быть неталантливым ни в чем Верить, что ты необыкновенный, суперски талантливый И ты можешь реально этого и достичь Мы же все знаем таких людей, да? И в реальной жизни, и в интернете Таких людей сотни Мне кажется, это и есть 90% людей в интернете Это люди, которые просто с иллюзиями верят в себя И идут вперед И шагают с этим Не так ли? Я как бы о том, что в помощь ли мне это? Что я ни в чего не верю? Что я раскрыла всю ложь, которую я себе сказала? А если эта ложь мне помогала всегда в жизни? А если мне твои факты не нужны? What if? What if? Так что вот Спасибо огромное за просмотр Если у вас есть TikTok То заходите ко мне на канал Если он называется каналом И подписывайтесь Я там тоже выкладываю русские видео И в Инстаграме не забывайте подписаться Спасибо огромное И увидимся в следующем видео Который я уже наполовину записала Поэтому не теряйтесь Я вас люблю Пока